Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощникам скорбых невинам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня 11 февраля, день памяти всех святых, просиявших в земле Екатеринбургской. Сегодня день Екатеринбургских святых, среди которых и святители, преподобные, праведные, мученики, преподобномученики. Христо ради, юродивые, святые, которые своими молитвами сохраняют уральскую землю, которые нам особенно близки, потому что здесь подвязали, здесь находятся их святые мощи, здесь храмы, в которых они совершали богослужения, их жизни связаны с уральским характером, они нам особенно близки по крови, по месту жительства. Поэтому, конечно, обязательно нужно знать их, молиться, чувствовать сердцем среди Екатеринбургских святых, святые царственные страстотерпцы, которые были привезены этапом на нашу землю и здесь окончили свою жизнь мученической кончиной. Для того, чтобы узнать святого, нужно не только знать его жизнь, но нужно обязательно научиться ему молиться, потому что именно молитва, она выстраивает духовную связь. Вообще молитва — это самое главное духовное дело, это мать и добродетели, без которой невозможно не подготовиться к встрече с Богом, не быть с Богом в контакте. Молитва — это труд, наверное, самый непростой, который требует не столько даже физического, хотя и физическое упражнение своего тела, оно необходимо. Но больше психический, душевный труд по собиранию внимания. Дело в том, что современный человек, ну даже против 100-200 лет давности человеков, он слишком много живет вовне, он рассеян, развязан, расстроен. А для того, чтобы молиться Богу, нужно, наоборот, сфокусированность, собранность, сосредоточенность, целостность, ума, сердце и воли и сосредоточенность на Боге. Как один сотрудник сказал о своих ощущениях, ну вот в современном своем сейчас состоянии, у меня, говорит, абсолютно несогласованность внутренняя к духовному и к житейскому. Ну вот лежат три вещи на столе — книга духовная, четки и смартфон. Как-то так, что выберешь? Ну вроде выбираешь книгу, две страницы читаешь, и все, интерес пропадает, мысли теряются, вообще не понимаешь, что происходит. Но тут же берешь смартфон, про четки не говорю, это как-то оно вообще трудновыбираемый предмет. А в смартфоне, если особенно есть время, а вообще все свободное время ты ему отдаешь. Но вот проблема, есть такой закон, что дружба с миром — есть вражда против Бога. Кто хочет быть друг миру, становится врагом Богу. Невозможно быть одновременно сердцем в мире и сердцем с Богом. Смартфон — это окно в мир, которое входит в нашу жизнь, в нашу квартиру, в нашу душу. И если мы к нему прилипли, то научиться молиться невозможно. Это несовместимые вещи. Если человек головой в телевизоре, если человек головой в интернете, это несовместимые вещи. Мир и Бог, они не могут уместиться в одной душе. И поэтому духовная зрелость, она заключается в том, что человек в какой-то момент делает выбор. То есть, конечно, он может пользоваться этими благами современной цивилизации, но по необходимости и точно зная, зачем тебе это нужно. Без постоянного погружения, без вот этой привязанности сердечной, когда рядом не оказывается телефон, человек начинает уже себя плохо чувствовать, он начинает искать его, где он, где он лежит, проверять свои карманы. Без воздержания от этого источника информации, которая проникает и в ум, и в сердце, и на волю влияет, никакой духовной жизни не будет. Поэтому зрелость, она в определенном выборе. И если человек желает обрести опыт духовной жизни, опыт молитвенной жизни, он, конечно, должен сосредоточить внимание на книге, на чётке, ну а телефон — это по необходимости. И это для современного человека, я думаю, величайший подвиг. Посложнее, чем древние подвижники постились, все ночные бдения совершали, потому что удержать своё сердце от этого выхода в мир — это величайший духовный труд. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас!